Здарова, друзья! Я решил подняться с одного пистолета до фулл 6. Ну и чтобы себя не мучить, мы с вами возьмем не самый дефолтный пистолет, который можно только придумать. А возьмем что-то, ну такое, с чем более-менее реально поиграть. Ну и сегодня я взял, на минуточку, внимание, как говорится, скорпион. Прям максимальный обвес и нормальные патроны, и денег на балансе у нас, ну, практически нет. Так что до фулл 6 мы с вами будем подниматься плюс-минус честным путем. Давайте перекачаем таланты. Вот, кстати, таланты на пистолет. Вдруг, кто не знал, они прокачиваются вместе со снайперскими винтовками. Ну, типа, пистолет и снайперка, такой вот комбо, хотя это явно не для пабг в любом случае, ну и уж точно не для метро. Ну что ж, я думаю, можем прям сразу начинать и пытаться выбить что-то ценное и уже с этим запуститься на карту третью, может быть, даже седьмую, если очень повезет. Вот, хотя выкладка, так-то, у пистолета 73 тысячи, это вполне себе нормально. Ну, в основном только из-за обвесов, которые на нем есть, но тоже как бы неплохо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, также роликов не было пару дней. На то были свои причины, короче, кое-что сломалось, пытался починить, все же починил. А то, блин, уже думал, что все, не буду записывать или буду записывать каким-то очень ужасным качеством, чего делать, конечно же, естественно, не хотелось. Поэтому полетели. Хочешь купить рпшку или задонатить на скинчики, чтобы по красоте гонять в метрошку, тогда тебе на болдроп. И здесь обновочка. Сюда добавили два бесплатных кейса, которые можно открывать каждый день просто за подписки на соцсети. Давайте пополним себе баланс через новую систему P2P, нажимаем пополнить, копируем номер и переводим, куда указано. Не забывайте вставлять мой промокод на 15% к пополнению. Ждем зачисления и давайте откроем немного кейсов. Также не забывайте про ивенты и булл пасс, где мы можем получать награды, просто открывая кейсы и выполняя интересное задание. Давайте сделаем вывод UC себе на аккаунт в пабге. Мы получаем промокод, этот промокод мы активируем по ссылочке, которая указана в инструкции. Ну и UC-шки у нас на аккаунте, а все ссылки промокод на бесплатное открытие кейса другое измерение будут в закрепленном комментарии. Итак, спал у нас, кстати, более-менее нормальный. Начинать мы будем, как обычно, с четвертой карты. Это же четвертая карта, да, это четвертая карта. И поэтому, естественно, нам, как обычно, нужно завалить для начала босса. Блин, видимо, не судьба, хотя пистолет мощный, даже теоретически можно забрать шестерку, только нужно лишь прям хорошо попасть и чтобы он, по крайней мере, не попал по нам. Так, слышим, мы, естественно, двоих. Блин. Ну, ребята, ну пожалуйста, ну зачем мы забрали? Босса, нет, не спогодите, с дробовиком кто-то был? Это был бот. Босса. Пистолет как бы не настолько уж и плох. Ну что ж, че он так улетел-то сразу? Постреляемся голыми, можно сказать, про шестерок с пистолетом, но а че еще остается? Выбора у нас как бы особо-то и нет. Но пистолет не настолько и плох, на самом-то деле. У меня лев вон там стоит, чтобы вы просто понимали. Ну, конечно, его так не увидишь, но он там стоит. Ну че ты, давай, давай. Он пингует, видимо, у него лаги какие-то, я не знаю. Мне это не особо нравится, то, что по нему попасть тяжело. Ну он так не мог меня убить, но не мог он так сделать. Это, видимо, пинг у него. Ну дают, ребята. Так, давайте как? Вот так мы не сможем запуститься, верно? Верно. Так, что дешевле? Вот это дешевле. Ну и давайте сделаем так. Так, мы сейчас с вами продадим пулемет, продадим жетон. И пойдем, попытаем удачу на третьей карте. Звучит, конечно, бредово, согласитесь. Но мы попробуем. Потому что пистолет это пистолет. К тому же мне в одном ролике сказали, ну... Ты вот играешь как бы с P90, то есть с P90 до F6, но при этом ты использовал ее только там в одной катке. Чтобы выбить что-то другое и уже пойти с ним. Поэтому сегодня мы этот пистолет вот прям реально будем использовать побольше и почаще. Только вот патрон у нас... Ну давайте вот возьмем чисто весь, весь прям максимум, который мы можем. Правда, мы, наверное, столько себе позволить не смогли бы, но... Ну так, плюс-минус. Ладно, давайте, третья карта, попытаем удачу. Соло-режим. И только получается Скорпион, потому что ДПшка нужна лишь только для того, чтобы банально туда зайти. Вот и все. Хотя с ДПшкой было бы проще, по-моему, ну да ладно. Такс, ну что ж, у нас с вами, как обычно, излюбленное место это что-то в районе полы. Как говорится, хочется всегда туда вернуться после того, как ты ее закончил. Ну и поэтому побежали плюс-минус в ту сторону хотя бы. Ну к тому же это такое, наверное, самое безобидное место, я бы сказал. Потому что места всего, наверное, три. Это рожок, это где-то центр и, в принципе, сама школа. Обычно в других местах не особо что-то интересное происходит. Ну в радиации, конечно, еще бывает, но опять же, не всегда на самом деле. И радиация на третьей карте вообще спорный вопрос. Иногда туда вообще не ходят люди. На удивление, мы зажали типа Аса Скорпиона. Причем, кстати, нормальная такая дистанция была. Блин, пожалуйста, что-нибудь. Он был четверкой. Окей, есть шлем. К тому же на ДПшку есть нормальные патроны. Ну и если что, выкрутимся. К тому же теперь, наверное, хватит, чтобы забрать босса. Ну именно патрон. Так что, было бы неплохо. Мы вряд ли успеем бежать. Но нам нужно занимать позицию сверху, а не снизу. Если честно, я не понял, в какой он броне. То ли это был голый, то ли пятерка. Но вроде не шестерка. Блин, небезопасно, слушайте, небезопасно вообще. Туда его. У нас снова выпали патроны хорошие, но... К сожалению, более ничего не упало. Нам нужна броня нормальная. Нам нужен рюкзак нормальный. Ну и, естественно, нам нужна нормальная пушка. Я, конечно, не спорю. Скорпион, на самом деле, пушка вполне себе такая, ну, нормальная. Но... Все же, согласитесь, есть и получше. Так, ну что ж. Теперь школа. Не знаю, был ли там кто-то или нет. Но, по крайней мере, выстрелов в того, чтобы босса забирали им... Ну, я вообще не слышал. А это, на самом деле, очень хорошо. Только ботов, конечно, много. Ну, это другой вопрос. Вроде бы, вообще тут никого не было, как раз-таки. Это все же полезно. Босс нам нужен? Ну да, босс живой. Так, не посмотри. Да уж. Так, будем стреляться, конечно же, с ДПшки. Нужно сливать патроны. К тому же, у нас есть одна маленькая трудность. На Скорпионе патроны слишком мало урона наносят, и их слишком мало. По сути... Так, смотрите, берем вот так вот. Ну, вроде бы, как бы нормально. Но, с другой стороны, получилось что-то среднее. Я, вроде, хочу забрать миник, но, блин, ДПшка. У нас в ДПшке, как бы, можно стрелять. А с миника... Ну, согласитесь, как-то, ну, не очень прям. Так, с братишкой. Ну, четверка снова. Ну, мы теперь тоже четверка. Я вас понял, все, я промазал. Берем миник. Он, кстати, стоит очень много. Да уж. Ну, давай, давай, у тебя много моликов, я тебя понял. Готов. Блин, я не устоял, ребята, я не устоял. Ну, а как перед этим вообще можно устоять? МКшка. Это, как бы, вам не просто что-то такое вот дефолтное. Это все же уже действительно что-то ценное. Хоть и целое, но зато... Обвесы, как минимум, у нас есть очень даже хорошие. Так, у нас есть разрывные пятерки. Откуда? Два шага, по-моему. Приветик. Что-то я вообще промазал, но окей. Это какой-то, типа, почти штурмовик, или прям реально штурмовик был. Такс, ну что ж, мы хоть остались бедными, ничего сильно-то такого ценного не выбили, но с другой стороны... Эй, вы че? У нас уже есть все необходимое, чтобы банально зайти на седьмую карту, на которой выбить хороший лут с босса, ну, это действительно реальность. Поэтому давайте так и сделаем. Вот, кстати, вон, оставили кучу всего. Мы заберем. Особенно вот ХАЕшки, они, ну, просто имба. Особенно, когда ты голый. Слушайте, не знаю, сколько у нас будет выкладка, но должно хватить. То есть, по сути, мы можем запуститься в четвертом сете с МКшкой и с миником. Конечно, опять же, пистолет. Но я думаю, что, наверное, брать его не стоит, потому что все же седьмая карта, это уже немножко другой уровень. Ну и как-то, вроде, чуть-чуть не то. О, сковородка. Спасибо. Ну и, слушайте, мы уже ближе. Намного ближе. Блин, да ну, ну как ты это делаешь? Причем, кстати, это так близко. Сейчас, прикиньте, кажется, что это стрелял не болт, а игрок за мной бегает. Ну, чисто штурмовик, но с коряком, понимаете? Ну, на самом деле, было бы тупо. Хотя, по урону, непонятно, кто наносил бы сильнее, штурмовик или бот. Как будто у игрока должен быть немного выше урон. Но, теоретически, это может быть игрок. Так, ну что ж. Я вообще, кстати, не понимаю людей, которые запускаются в штурм на третьей и на пятой карте. Вот реально, люди, вы чё? Как бы, где вы лут берете? Я понимаю, там на пятой еще что-то можно, как бы, утащить. Но на третьей карте, где искать лут, то есть ты заходишь к боссу. И, по крайней мере, там ты не найдешь, скорее всего, ничего, потому что это уже забрали. И обычно лут нужен всем. То есть выше, чем третий сет, ты вряд ли подберешь. Нужен тебе этот третий сет? Я не знаю. Легче его выбить с босса на четвертой карте, потому что там ты можешь забрать реально босса. Там на зеленых патронах. И, в целом, тебе может выпасть реально что-то нормальное, а не какие-то там объедки синего качества. Ну и, к тому же, у тебя ничего не снимут там. Вот это вот огромный плюс. Ну и до босса порой добраться даже легче, чем в штурме на третьей карте. Ну, на пятой карте там уже, конечно, побольше чего можно найти. В целом, там четвертые сеты валяются, это нормально. А вот на седьмой порой бывают валяются шестые сеты, поэтому смысл тратить время на штурм там третьей или пятой карты, я не знаю. Я бы пошел в штурм на седьмой, пускай подбор, может быть, и будет дольше, но зато это будет куда эффективнее, и ты хотя бы с большей вероятностью вынесешь действительно что-то ценное. Ну, а не какой-то хлам, который ты можешь вынести и так везде. Так, с 537 тысяч четверых игроков завалили. Ну и как-то вот примерно так. Смотрим по выкладке, кстати. Вот у нас выкладка вот так, бац, и получается, вот это вот даже можно убрать. Урон у нас, кстати, на МКшку. Аптечки, энергетики у нас теперь вообще как бы имеются без проблем. Берем ХЕшки. Ну и получается вот как-то вот так вот. Теперь седьмая карта, соло-режим. И добро пожаловать на боссов. Надеюсь, что все же вывезем, потому что может быть всякое. Ну и все же как бы мы до сих пор остаемся каким-то бомжом. Такс, произошла одна небольшая проблема. Случайным образом запись была выключена. И вот спустя буквально сколько тут прошло? Три минуты откатки я ее включаю. Ладно, четыре, потому что там еще ожидание минуты было. Ну и короче, завалил я шестерку. Кину в гранату. Чел был с Фамасом, причем, кстати, принял его немного в крысу. И с него вот повезло, выпала броня. Ну и патрон на Фамас, естественно. Но, к сожалению, вы этого не видели. Хотя там так-то ничего интересного не было. Но зато мы подняли броню. Это вот самое ценное и все, что как раз-таки нам было необходимо. Теперь, я думаю, можно стреляться с действительно нормальными чуваками. И уже попытать удачу, ну, где-то посерьезней. Тут валили босса, причем очень жестко. Я тоже хотел покрысить, но не получилось. Босс все задымил. В итоге, ну, ничего не сделаешь. Так, ой-ой-ой, бот. Блин, вот сейчас пойдешь, может подловить. Знаете, я постоянно делаю эту ошибку. Бегу просто в чистом поле. Не повторяйте в домашних условиях. Выполнено профессионалами. Вон он, вон он, да-да-да-да-да. Ну, блин, ну ты куда бежишь? Как мне тебя ловить-то? Ну, вообще не поймал ни капельки, да? Ну, так задамажил. Теперь плюс-минус будем на равных. Кстати, смотрите, он там типа А закрыл. Давай вот так вот. Этот гаденыш хилился, вы понимаете? Он выпил энергосу и время играло ему на руку. Поэтому вообще не хотелось как бы бегать, а он не хотел стреляться. Хотя хп так-то у него было много. Ну, или у меня слишком уж слабый урон. Так, ну что ж, давайте зайдем, наверное, с той стороны. Чтобы не заходить через воду, потому что на воде, как обычно, крысят люди. Попасться крысе в руки не хотелось бы. Поэтому давайте сделаем плюс-минус безопасно. Ну что ж, надеюсь, что мы лучше всего найдем здесь лут. Ну, или хотя бы просто не попадемся никакой крысе. Если честно, я сейчас выбегаю, и мне страшно стало. Я думал, что это кто-то лежит и лутается. Страшно. Но пока что вроде никого нет. Вот, кстати, насчет лута он там все же лежал. Но, правда, не то, что нужно. Хотя, опять же, а что нам нужно? Только шлем, рюкзак. Такой вряд ли найдешь. Хотя, для соло-режима это вполне нормально. Такс, мы выходим на боссе. У нас, опять же, снова два варианта. Либо мы поднимаемся, добыв шлем и рюкзак. Либо мы поднимаемся, добыв, ну, пару миллионов. Потому что лут может не выпасть. А вот пару миллионов иногда, ну, выпасть могут. В окно запрыгнуть это немножко не мое. Кстати, странно, там ящик открыт. Тут не открытый. Интересно, жив ли босс? Ух ты, блин. Я просто возьму. То есть, ну, как бы... Минник улучшенный стоит сколько там? Тысяч 80. А эта штука, ну, стоит 400 тысяч. И уже, сами понимаете, что... Разница в пять раз. Такс, а босса, судя по всему, нет, да? Ящики. А, вот босс. Ну, гуглянем. Может, что-то ставили. Вот, типа, шлем можно вот такой вот взять. Стальной фронт, к тому же, целый. Так, и здесь, как я понимаю, все открыто. Дверь еще закрыта. Но... Может быть, просто с босса не выпало. Самое главное, что тишина. А вот. Но это далековато. Это гейт. Блин, я думал, игрок будет. А это бот. Причем, кстати, он смотрит... Не в мою сторону. Что? Либо это я там пробежался? Он такой, типа, привет. Ты что там? Либо же там действительно кто-то был еще. Так, ну, тут, кстати, интересно то, что... Двое игроков было. Будем ждать одного из них. Победителя. Но были две МКшки. Значит, это, скорее всего, полные чуваки. Как это было легко, слушайте. Ну, вообще. Ух ты. Ух ты. МКшка у нас теперь будет... Ну, я бы сказал, немного получше. Не прям, чтобы вау, но... Уже близко. Так, вот отсюда. Что важно. Нам нужна сейчас броня Сталик на себя. Она ценнее. К тому же, прочности здесь будет чуть-чуть больше. Вау. Но знаете, в чем главная проблема? Мы с вами не подняли рюкзак. И его здесь, естественно, нет. У него только очень много жетонов. Судя по всему, битва тут была прям... Серьезная. И это очень мягко говоря, что она была серьезной. Потому что положили здесь реально... Ну, как минимум, троих мы видим. Слушайте, вроде лутать ящики. А вроде бы как бы и не нужно их лутать. Потому что, опять же, это риск дополнительный. Люди могут прийти. А мы можем оказаться к этому не готовы. Поэтому предлагаю сделать такой вариант. Мы сейчас с вами идем на выход. И запустимся еще в одну катку. Банально, ну, проверить свою удачу. Причем... Надеюсь, что нам повезет. Ну, это не штурмовик. Это прям пятерка, который... Пытался где-то найти лут. Хотя, не знаю, может быть и штурмовик. Где-то подобравший лут. Но, с другой стороны, блин. Две пятых брони. Одна фулл-ткань была. Ремень. И к тому же, МКшка у нее тоже была. Не, ну, прям максимальный чувачок. На самом деле, не ожидал, что тут кто-то будет. Но, вот. Таким образом. Так-с. Теперь выход. Сколько времени у нас прошло? 13 минут эта катка длилась. Не так уж и долго. Ну, относительно того, что мы с вами выносим. Это... Четыре брони. Два шлема. АМР. Пятый рюкзак. А заходили мы, как вы помните, лишь с выкладкой едва ли там 300 тысяч. И у нас был четвертый сет. Который, кстати, мы полностью вообще выкинули. Потому что места банально нет. Ну, слушайте, уже, как бы, результат уже неплохо. Думаю, в следующей катке рюкзак мы с вами, ну, уж точно 100% должны будем выбить. Миллион восемьсот. Четыре игрока победили. Ноль ботов. И ноль собак. Вот как-то вот так вот получилось. Меликом прошли радиацию. И в итоге вынесли... Ну, я бы сказал, прям достаточно всего. К тому же, у нас теперь улучшенная МКшка. Так, спогнали сразу завалим босса. А вдруг сразу же упадет рюкзак? Ну, ладно, рюкзак не упал. Какая-то броня. Так, флайерка 8Х с улучшенной АСИ-32. Можно, кстати, восьмерку взять на МКшку, но, наверное, не будем. Так, тут какие-то еще типа обвесы. Ну, что ж, теперь в поисках рюкзака, я думаю, сейчас сюда должны будут прийти люди. И надо бы их будет, как бы, грамотно принять все же. Блин, время так мало вообще, а тут же такая тишина. Знаете, к чему это обычно приводит? К тому, что либо где-то все тут бегают вокруг и могут начать стрелять в любой момент. Либо же кто-то сидит вот здесь, банально, и крысит. Ну, или там внизу. Как бы, не особо сильно разница есть. Так, ну что ж, зайти в радиацию, что ли? Так-то у нас есть возможность рискнуть. Ну, если уж честным быть. Потому что мы с вами имеем запасные броники. Ну, правда, с пушками немножко есть беда. А вот броников у нас прям достаточно. К тому же, там есть фуловый броник. Который можно и в радиацию зайти, и, в принципе, вообще танковать все патроны. Которые в нас будут лететь. Там есть ремни. Ну, что ж. Ладно. Видимо, по этому же ходу кто-то ушел. Сейчас, я думаю, надо будет зайти на босса. Кстати, с боссом может как раз-таки все и выпасть тоже. Опять. Видимо, заходил не здесь, либо же вообще не зашел. Либо с другой стороны. Но мы с вами, главное, сейчас заберем босса по-быстрому. Блин, МКшка улучшенная дропнулась. С одной стороны, как бы прикольно. Давайте захватим. Ну, как бы пускай будет. Знаете, такая чисто для близи. И на ней 8х, да. Для близи. Прям ближней дистанции. Не, ну, нормально мы так-то перестреляли. Относительно того, что у нас была улучшенная МКшка. В целом, вообще было неплохо. Потому что какая была у него, я даже не знаю. И он, кстати, успел прям так действительно много всего залутать. Что у нас аж место кончилось. Вот так бывает. Так, мифические, понятно. Мешки сюда. Опять же, повторюсь, лут нам не так сильно нужен, как в целом-то вообще рюкзак. Поэтому выбить бы банальный рюкзак, да сфалить на выход, я думаю, это было бы самое лучшее, что можно придумать. Опять же, с той стороны тоже люди, с этой тоже. То есть, и там, и там, как бы, противники есть. Ага, на гейте, скорее всего, стоит. Тактика, опять же, дефолтная. Тут гранаты могут пригодиться. Может быть, запушим. А может быть, нет. Увидим. Но если что, у нас есть преимущество. Мы можем достать вторую МКшку. И начать с нее стрелять. Капец, он... Я не знаю, как он меня не закрыл, потому что я вот, ну, честно, вот, очень сильно испугался. Ну, как бы, не каждый раз у тебя из ближнего ящика кто-то вылетает. Это же небезопасная позиция, его могли снести. Ну, он, по сути, был открыт под, вообще, половину радиации. Я вот не мог вообще ожидать типа, который вот так будет делать. Ну, слушайте, рюкзак у нас есть. Валюта тоже есть. А еще у нас есть... Флайерка. Ну, что ж, давайте сейчас займем вот здесь где-то позицию. И банально вызовем флайерку. Блин, а где будет безопаснее вообще? Что-то типа, наверное, вот здесь. Я думаю, что многие подумают, что это ловушка. Ну, наверное, так и будет. Сейчас давайте откроем оружейку. Пойдем открывать ящики и сменим как раз-таки броню. Потому что она у нас уже все. Кстати, вот эта штука дорогая. Приветик. Как дела? Видимо, не очень. Ну, попался, да. Не поспоришь. Так, типа, вот так вот. И мы делаем вот так вот. Ну, уже неплохо. Это как бы еще дополнительно пара жетонов. Так-то можно и патроны налутывать, и все подряд. Ну, супер. Ну, прям вообще. Самое прям то. Ну, если быстро улететь, никто не поймет, да, ведь? Скорее всего, так и будет. Ну, может прилететь граната. Вот это вот прикол. Еще тот. Он не успеет. Все, давай пока, братишка. Ха. Все. До свидания. Мы выжили. Выносим 2 миллиона. Выносим рюкзак. Броню. Фул ремни, как говорится. Ну, естественно, тут еще одна улучшенная МКшка. Да, патроны. Ну, и в принципе, самое важное, что мы выносим это валюту, на которую уже можно что угодно докупить. Так что, как-то вот так вот. Начинали мы, конечно же, с пистолета. Кстати, пистолет, на самом деле, ну, относительно штука очень имбовая. На самом деле, могу даже советовать это. Если, конечно, вы хотите побаловаться, но, с другой стороны, зачем? Непонятно. Но, если вот у вас будет такое желание, можете, конечно же, попробовать сделать что-то похожее. Потому что это не так уж и тяжело. И пистолет, на самом деле, очень даже хорош. Друзья, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не болейте. И мы с вами, скорее всего, увидимся уже завтра, как обычно, в новом видео. Предлагайте свои рубрики в комментарии, пишите их даже в Телеграме. В принципе, почему бы нет. Если прям будет какая-то рубрика вау, то мы с вами ее задействуем. Также есть пост. У нас на Ютубе в сообществе, если вдруг кто не знал, есть такая вкладка. И там вы тоже можете предложить под последним постом идею для ролика. Ну, или лайкнуть ту, которая вам понравилась. Так что, как-то так. Увидимся уже завтра. Не болейте и до скорых встреч. И все ссылки в описании. Это тоже не забывайте. Пока.